Ту бредятину и мерзость, которую вам показали на так называемом Евровидении, это вообще запредельно, это себя не уважать, и это выставка мусора. Это современное Евровидение, это выставка мусора, и они все феноменально одинаковые, то есть, вдумайтесь, вот смотрите, вроде у них все разные рваные шмотки, разные рваные шмотки, и они по-разному лысые, по-разному с пирсингом, то есть, пирсинг в разных местах, ну, есть тоже в ушах и в носах, но в разных, еще что-то пробито там, и маразм разный, но что одинаковое, все в маразме, все в маразме, все бездарно одеты, все потные, и... То есть, все это смотрится одинаково, они все одинаково, раньше были индивидуальности. Мира и Матье, Долида и, допустим, Барбара, вот три французские певицы, три французские певицы, практически одна и та же эпоха, они были абсолютно диаметрально разные по стилю, по внешности, по голосу, по звуковедению, по всему, по репертуару, разные. А сейчас все они одинаковые, абсолютно смотришь, как жвачку. Одно и то же, этот идиотичнее того, это еще более идиотично, это совсем идиот, это просто кретин, это ебнутые грязные чмой и так далее. Вот описание, вот посмотрели Евровидение, да, вот посмотрели Евровидение. Ну, и плюс вообще просто какие-то там уголовники, сатанисты, и дело не в том, что они сатанисты, а они уголовники, потому что они хулиганы. Вот там вышли, как Ирландию, что это просто... Это те, кого нельзя было выпускать, их нужно было спокойно упрятать за решетку, где они там на уровне автобуса к самолету еще только до вылета, до выезда из родного села. То есть одинаковость ужасная внешне. И одинаковость по голосу, потому что вы, мы раньше... Вот это Хулио Иглесис, вот это Рафаэль Мартас Санчес, Рафаэль. Это Магомаев, это Азнавур. Ну, нельзя Хулио Иглесис и Азнавура спутать. Даже если вы просто обколотый, обкуренный, больной, глухой, это невозможно спутать. Нельзя спутать Пласио Доминго, Карераса и, допустим, Дельмонника. Невозможно. Нельзя спутать Пугачеву и Шульженко или Ротару. Невозможно. Они все одинаковые. И они все на одну песенку и потом в могилу в неизвестность. Значит, первое, что они все одинаковые. И второе, они все тоже одинаковые в том, что ужасно агрессивные. Вот вдумайтесь, вслушайтесь. Хотя это очевидно, вслушиваться не надо, просто очевидно. Они про что бы не пели, про какое-то некое чувство сексуальное, псевдо-любовь, псевдо-свобода, псевдо-что-то. Все что угодно. Набор слов. Неважно. Они все, все слова любых значений поют чудовищно агрессивно. Все на агрессии. Они передвигаются агрессивно. Они стоят агрессивно. И на Евровидении у нас тут еще последние годы какой-то гопник появился просто совсем, так сказать, которого можно было бы давно уже как-то квалифицировать по всем тем, что у него там визуальный есть, по-моему, гопник. Ну, маргиналам нравится, потому что грязь к грязи, да. И так далее. Жуткая агрессивность. Какая-то немыслимая. И не как шутка, не как прием, не как тема песни или оборота, либо перехода, да. А внутреннее, постоянное, перманентное состояние. Вот это... А почему? Потому что тупость невероятная, примитивность. Примитив, он всегда агрессивен. Всегда. И вот они примитивно-агрессивны. Это же абсолютная катастрофа, что происходит на эстраде, в опере, в вокале, в пении. Это катастрофа. Как и в кино. Это общая деградация, трагедия. Потому что не может одно от другого отстоять и быть вне контекста. Мы вот в этой ливацкой трагедии уже много лет. Надо выбираться. Я пытаюсь... Вот я хочу организовать вот эту среду, знаете как, среда это вам не четверг, среду своих поклонников и учеников в эстетике, в политике, в истории, в музыке и так далее, которые понимали, что такое культура и эстетика. Просто передать, чтобы не разрывалась, не распадалась связь времен, как в Гамлете. Сейчас она распалась. Понимаете? Если мы обрезали настоящего Шекспира, уничтожили, либо кто-то забыл про Шекспира, либо уничтожили, унизили. Сейчас ставят, прислали мне Ромео и Джульетт, фотографии, просто животные, дикари на помойке. То есть не просто на помойке, а животные. Не просто животные, а на помойке животные. Это за гранью. Это сучество, понимаете, ублюдство. Если вы хотите мерзость, сами напишите, сами поставьте на эту тему. Но не смейте гадить Шекспира.